Привет, танкист! С уважением предоставляю вам к просмотру очередной видосик с разбором реплея, который присылаете вы, где я рассказываю ошибки на протяжении боя. Итак, всё как обычно, не просто так, потому что я подчеркну самую главную ошибку этого игрока и в целом расскажу, как тренировать стрельбу, какие вещи нужно в основном, на что фокусироваться и что нужно делать. Потому что самое плохое, что есть у игрока, который мы видим на экране, это стрельба. Она нечёткая, не стопроцентная, с ошибками и нестабильная. Итак, вначале мы приезжаем на центр, позиция довольно-таки агрессивная, в которой мы будем играть не совсем аккуратно, потому что мы будем часто подставляться в прострелы. Вот сейчас там какой-то черриотер заблудился, мы в него стрельнули более-менее нормально. Можно бы, конечно, чуть-чуть направо взять упреждение, но в целом стрельнули в середину танка, попали без упреждения, но попали, потому что черриотер ещё особо не начал ехать. Но мы были в простреле и могли получить пиздюлину. Но в целом стрельнули, заехали, всё хорошо. Но на протяжении этого боя мы часто будем подставляться и в одну сторону, и во вторую. Будет очень сильно заметно, что нас не напрягали на этой позиции. Нас никто не контролил, не контрил, и никто особо сюда не блайндил и не стрелял, когда мы светились. Итак, сейчас засветился напротив нас E75TS. Мы ждём, когда он уйдёт на перезарядку, выкатываемся и видим, что первое, чего не делает игрок. Он не делает, что делают большинство хороших и адекватных игроков. Во-первых, если вы играете плохо, то чаще всего вы допускаете такую ошибку, что вы не проверяете, где находится конец укрытия. Потому что кусты не дают нам увидеть, где конец укрытия. Наш игрок сейчас целится прямо на краю укрытия. Мы видим, что вот эта вот будочка, которая напротив нас, стена от домика, каменная, она такая вот наискосок. То есть она не заканчивается вот здесь вот так, хоп, и кончилась. А это значит, что прострел начинается вот здесь. Стрелять вот сюда неправильно, потому что большая часть прицела у нас находится на стене. И снаряд может полететь с равной вероятностью в правую часть экрана, и с такой же равной вероятностью в левую нижнюю часть экрана. И мы можем 50 на 50 попасть либо по вражескому танку, либо по стене. Также еще снаряд может частично, с какой-то небольшой вероятностью, улететь мимо направо. Потому что снаряд летит по всему прицелу. У нас нету четкой уверенности, что он прямо в середину сейчас полетит. Чтобы понять, где есть у нас прострел, нужно поводить по танку. Если контур не светится, значит мы целимся не на танк, а на стенку в кустах. Или на камень, на кучку, не важно. Может быть на труп. Вражеский труп или союзный стоит, за ним прячется враг. Если контура нет, значит мы целимся не на вражеский танк, а на укрытие. Нужно проверить, где заканчивается укрытие. Если танк засвечивается, значит укрытие заканчивается и начинается уже тушка вражеского танчика. Потом нам нужно определить, где заканчивается танк. И после этого целиться в середину. Чтобы с равной вероятностью попасть. Также еще нужно в этой области, за укрытием, понять, куда есть смысл стрелять. И есть ли смысл стрелять вообще. В этом моменте наш герой, который играл, он будет стрелять туда, куда невозможно нанести урон. А раз невозможно нанести урон, то и производить выстрел нет смысла. Ни на барабанном танке, ни на цикличном танке. Нет смысла стрелять туда, куда невозможно нанести урон. Это не имеет смысла. Во-первых, если мы барабан, мы тратим снаряд. Который может нам пригодиться в следующем каком-то моменте. Который может произойти вот сейчас близко, скоро уже, либо потом. А мы уже потратили этот снаряд, которого у нас уже не будет. Если мы играем на цикличном танке, у которого один снаряд он стрельнул и сразу перезаряжается. То мы, делая выстрел в то место, куда мы не наносим урон. Уходим на перезарядку. И то время, когда мы не заряжены, а находимся на перезарядке. Мы не составляем никакой угрозы ни для какого врага. Даже у которого 1 хп. Мы никакой угрозы ему не несем, пока мы на перезарядке. А это значит, что в какой-то момент, пока мы перезаряжаемся, враг, если это понимает, он может использовать это себе во благо и наказать нас. Поэтому не стреляйте, если нет возможности нанести урон. Единственное место, куда сейчас мы можем нанести урон, это в МЛД. Нижняя лобовая деталь. Но мы целимся вверх. Также видим, что Е-75 ТС стоит наискосок. Он неровно стоит. Он сейчас повернул корпус и рамбует. То есть, НЛД он спрятал за стеной. И сейчас вообще некуда стрелять. Если в прошлом положении он НЛД развернул так, что оно торчало из-за стены, то нужно было целиться ниже. Но мы туда не целились, потому что наш герой не проверял ни контур, ни укрытие. Он просто сюда прицелился и всё. То есть, была возможность стрельнуть в НЛД, пока Е-75 ТС не повернул корпус. Сейчас он повернул корпус так, что это борт. И вдоль борта имеется наклон. И там получается переведённая броня, куда мы не пробьём. Если мы будем стрелять ниже, то сначала мы будем стрелять через гусеницу, а потом корпус. Гусеница у нас сожрёт 20 бронепробития. Плюс ещё ВБР может нам так прокнуть, что пробитие будет ещё меньше на 25%. В принципе, в борт нет смысла стрелять под таким углом, если у танка ещё и толщина борта нормальная. То есть, Е-75 ТС в такой позиции не пробивается. Если бы он сильнее выкрутил, то да. Итак, мы разобрали этот микро-момент, который очень важен. И многие не понимают, что это сейчас было. Мы вот куда целились, ничего не проверяя, туда и стрельнули. Враг отъезжал назад, чтобы у него открылся на нас прострел. Мы стрельнули ему в гусеницу вдоль борта. И после того, как снаряд попал ему в передний каток, снаряд потом под большим углом после катка попал вдоль борта. Там очень большая приведённая броня. И мы, конечно же, не пробили. Потому что все эти гусеницы, катки, фальшборта и остальная навесная параша, она не пробивается. Всегда снаряды летят сквозь неё, иногда забирают часть пробития. И только когда снаряд доходит до основной брони, там уже остатки нашего бронепробития, если могут пробить, пробивают. И только тогда наносится урон. По всем этим фигнюшкам навесным стрелять смысла нет. Плюс ещё у некоторых танков корпус сделан в виде треугольника. И он заострён к днищу, а по бокам у нас очень большая такая наклонная фигня получается. И люди, стреляя в ровный борт, не понимают, как не наносят урон. Но они просто не знают, какая форма корпуса у врага. Поэтому не понимают. Итак, мы сделали ненужный выстрел, у нас осталось два снаряда в барабане, и мы ушли на КД. Хотя могли остаться с тремя снарядами и не уходить на перезарядку. Здесь мы зачем-то вылазим на перезарядке барабана из куста, и мы могли бы и получить пиздюлину какую-нибудь. Если бы кто-то нас контролил, светил и напрягал. Но в данном бою очень везёт нашему герою, что его никто здесь не контрит, не контролит, не напрягает. Сейчас выезжает колёсник прямо перед нами. Мы 100% светимся. И сейчас будет неподготовленный ненужный выстрел снова. Мы видим, что мы ещё не прицелились на врага. Наш прицел смотрит вот сюда. Это означает, что наша башня ещё не успела повернуться. Мы так сильно влево повернули наш маркер, которым мы целимся, посередине экрана, что башня ещё не успела повернуться в него. И мы нажали выстрел. Таким образом снаряд улетел вправо, пока башня поворачивалась. Плюс ещё в картошке очень часто бывают при выезде из-за поворота рассинхронщики. Поэтому нужно прицеливаться чётко, грамотно на ход врагу. Так, чтобы враг сам заезжал нам в прицел. Итак, смотрите. Мы увидели, что колёсник едет справа налево. Наша башня ещё не успела повернуться. Значит, выстрел в этот момент точно нет смысла нажимать. Нам нужно выбрать перед колёсником точку, в которую успеет повернуться наша башня, дойти до неё прицел. И пока мы нажмём выстрел, и пока снаряд долетит до того места, куда мы прицелились, колёсник должен въехать в наш прицел, въехать в снаряд, который уже летит. То есть, допустим, сейчас колёсник едет, уже он приехал справа налево, развернулся и собирается ехать назад направо. Нам нужно выбрать перед колёсником точку, допустим, вот здесь, в которую мы стрельнем. И пока снаряд будет сюда лететь, куда мы прицелились, он должен до снаряда доехать. Для этого мы должны понимать, что какое у нас расстояние от нашего танка до вражеского. Какая скорость полёта снаряда нашего орудия. То есть, с какой скоростью летит снаряд. Если медленно, то точку нужно выбирать дальше. Потому что снаряд будет лететь дольше, соответственно, враг быстрее доедет до этой точки, чем долетит снаряд. Поэтому нам нужно брать больше упреждения. Плюс мы ещё должны успеть подсвестись хоть как-то, чтобы не стрелять с вертухана. Также, если мы ещё быстро выехали из-за поворота, не нужно стрелять прям сразу. Потому что может произойти рассинхрон, и снаряд улетит не в то место, куда мы прямо сейчас смотрим. А полететь туда, куда мы смотрели долю секунды назад. Также ещё некоторые игроки, после того, как куда-то прицелились или свелись, они ещё чуть-чуть лишнего времени ждут, там, долю секунды, для того, чтобы... Вот мы свелись, ещё чуть-чуть подождали, чтобы уже точно сервер понял, что мы туда целимся, нажимаем выстрел, и тогда всё чётко. Итак, вот мы видим, что наш герой не выбирает точку перед колёсником. Он видит, что колёсник уже давно едет направо, и ведёт по нему прицел. И всё равно попадает, но это неправильная стрельба. Это неправильная стрельба, потому что нам повезло. Вот летит наш снаряд, и мы попали в самую дальнюю левую часть колёсника. Нам очень сильно повезло, что мы в него попали без упреждения. Потому что вот наш снарядик, вот мы целимся вот сюда, и колёсник уезжает. А мы ведём прицелом вдоль него. Пока мы ведём прицелом вдоль него, при повороте башни у каждого танка существует стабилизация. Стабилизация разная, её настраивают для каждого танка отдельно. Стабилизация на скорости, стабилизация стоя на месте, стабилизация на большой скорости и стабилизация на маленькой скорости. Она у всех танков разная. Также ещё стабилизация при повороте башни и стабилизация при повороте корпуса. Когда мы ворочаем башней, в зависимости от того, какая стабилизация прописана у нашего танка, у нас разлетается прицел больше. Шанс попасть, когда мы ведем прицел, меньше, чем когда мы выберем какую-то точку перед танком и будем ждать момента, когда нужно нажать выстрел, чтобы снаряд успел долететь до врага, пока он въедет в наш прицел. Также при повороте корпуса, если мы еще и корпусом будем ворочать, еще сработает одна стабилизация и она может быть плохой или хорошей. У некоторых танков, допустим, очень хорошая стабилизация корпуса при повороте корпуса. Мы ворочаем корпусом, прицел остается примерно такой же, как и был, ничего особо не случается. Но очень плохая, допустим, стабилизация при повороте башни. Мы чуть башней повернули и все, прицел на пол экрана и заново сводись. Нам сейчас очень сильно повезло, что мы попали в колесника. При этом мы еще вышли из прицела, а потом нажали выстрел. У этого игрока это очень часто происходит. Объясняю. Хорошие игроки целятся, допустим, на ход колеснику. Подбирают правильный момент для выстрела. Нажимают выстрел. Потом выходят из прицела. И смотрят вокруг, что происходит, для того, чтобы оценить обстановку, что делать дальше. Смотрят на миникарту. Это должно быть уже просто отработано до идеала. Это должно быть как привычка. Заходите в прицел. Стреляете или не стреляете, выходите из прицела. Смотрите вокруг, смотрите на миникарту. Проверяете обстановку. Сейчас нам очень сильно повезло, что мы в колесника попали. И мы с двумя снарядами здесь остаемся. Более-менее, в принципе, игрок что-то пытается делать, но с крайне большими ошибками в микромоментах. Сейчас, к слову, наша жопа находится в простреле зелени. А мы, кстати, еще не отсветились после колесника. И я напоминаю, что в этом бою игроку крайне сильно повезло, что его не напрягает никто. Но СУ-130ПМ не светился в этом бою до сих пор. Часто вот здесь всякие ПТшки могут сидеть и контролить центр. Но в этом бою никто этого не делает. Справа с зелени нам по жопе тоже никто не стреляет. Также еще справа от нас есть домик, под который можно поджаться и напрягать. Опять выезжает колесник, опять мы в него целимся. И опять мы не выбираем точку перед танком. Опять мы просто хаотично двигаем туда-сюда прицелом, куда-то там стреляем и все. И снова стрельба была в колесника. Не на ход ему, а просто в него. И дальше в свету мы выкатываемся, закатываемся. Опять же, никто особо в нас не стреляет. Очень сильно нам везет, что нас здесь никто не напрягал и не убил. Потому что был бы какой-то другой бой, более жесткие враги были бы, нас бы здесь уже убили с такой игрой. Итак, следующий момент, в котором ошибается наш игрок. И часто не делает этого вообще. Допустим, мы ведем бой вперед. Наша позиция такая, что мы играем с теми танками, которые впереди. Но после каждого выстрела мы отработали свою привычку и смотрим на миникарту. И периодически, очень часто на нее поглядываем. Всегда, когда нечем заняться, или после каждого выстрела, нужно быстро глянуть на миникарту, оценить обстановку и понять, что там происходит. Вот сейчас, когда мы ничем не занимаемся, мы смотрим на миникарту и понимаем, что справа от нас светятся танки. Как быстро чекнуть справа, есть ли прострел. А поиск прострела в каждом бою очень важен. И помимо того, что нужно искать прострелы, нужно их еще и запоминать. Хорошо, если они будут откладываться у вас в голове. Итак, как не потерять боеспособность вперед, если нам это очень важно. И быстро проверить прострел направо. Вдруг мы можем туда пострелять и принести пользу себе и команде. Зажимаем правую кнопку мыши, чтобы не потерять боеспособность вперед. Чтобы наша башня не поворачивалась. Дальше, смотрим на миникарту. Там есть от нашего танка по миникарте желтая такая вот штрихпунктирная помойка. Это указка. Смотрим на указку и на миникарту во время боя. Поворачиваем мышкой до того танка, который светится. Доводим до него. Поднимаем глаза. И дальше нам нужно прицелом поводить по врагу. Есть ли прострел в него или нет. И поводил прицелом по врагу. Мы можем понять, есть ли там контур. Если мы его видим, значит у нас есть прострел. Значит мы можем уже отпустить правую кнопку мыши и попробовать пострелять по нему. Если у нас есть реальная возможность нанести ему урон. Сейчас у меня не установлена свободная камера в реплеях. Поэтому я не могу отдалить камеру, чтобы не целиться в эту стенку. Картошка за 200 лет не смогла сделать свободную камеру в реплеях без модов. Поэтому страдаем. Наш герой замечает СУ-130ПМ только после того, как от него отлетело ХП. А это значит, что на миникарту он смотрит редко и не столь внимательно. И привычки у него смотреть часто на миникарту нет. Потому что на миникарту нужно смотреть после каждого выстрела. После того, как мы вышли из прицела. И нужно смотреть, когда там что-то появляется новенькое. Когда какое-то новое красное пятно на миникарте появилось, нужно сразу туда глянуть. Быстро оценить обстановку. Проверить, есть ли туда прострел или нет. И все это должно проходить быстро, четко и за доли секунды. Мы ничего, как обычно, не проверяли. Там был СУ-130ПМ. Мы могли по нему пострелять. Но мы этот момент упустили. Потому что мы редко смотрим на миникарту. Не проверяем прострелы. Вот сейчас мы потеряли ХП из-за того, что мы не проверили прострел. Человек хотел пострелять по Лансену. Но там прострела практически нет. И то он появился только сейчас. Спустя время, когда мы уже получили пиздюлину. Можно было проверить, какой прострел там есть или нет. И если его нет, то не выезжать. Наш герой выезжает из-за укрытия, а потом в прицел смотрит на врага. А это неправильно. И мы из-за этого получаем пиздюлину. Из-за того, что мы не проверили, есть ли прострел и нету. И выезжать не было смысла. И очень часто не нужно выезжать из-за укрытия. Если мы проверили, есть ли прострел или нету, то если его нету, зачем вообще вылазить. Теперь мы зацелили Тай-59. Опять же, мы не проверяем, где заканчивается укрытие. Может быть, картошка там вообще какую-то кучку на повороте наложила камней, как обычно. И мы будем в нее стрелять. Наш игрок не проверяет, где заканчивается дом. Он просто целится сюда и стреляет. Вражеский танк уже повернул в сторону. И нам некуда наносить урон. Но мы все равно стреляем. И мы видим, что в принципе, самое важное, что нужно исправлять этому игроку, это четкость стрельбы, проверка контура врага, где там заканчивается укрытие, где оно начинается. Искать прострелы по врагам, запоминать прострелы. И не выкатываться в свету на бугры, потому что в конце боя мы такое увидим. В целом, в этом бою я вам показал и рассказал самые такие яркие вещи, которые в основном танкисты не делают. Для того, чтобы вести бой четко и стабильно наносить урон, и не получать лишнего. Потому что выезжать и в каждого проверять прицелом, есть ли прострел или нет, это плохо. У нас же есть камера от третьего лица. Мы можем делать все из нее. А выезжать на врага только в том случае, если уже 100% нанесем урон. В принципе, в этом бою я рассказал все вещи, которые хотел вам показать и рассказать. Такое особо никто на утубе танковом не рассказывает и не показывает. Такие вещи не разбирает. Поэтому я думаю, вам было интересно. А это значит, что можно поставить лайк, подписаться, написать комментарий. А мы продолжаем смотреть реплеи, потому что не все еще ошибки посмотрели в этом бою. Итак, сейчас у нас будут обезьянцы атаковать город вражеские. Но мы очень плохо раздадим барабан. Итак, спереди едет танчик. Нам нужно искать прострелы по нему. Для этого мы помним, что нужно поводить прицелом, понять, где заканчивается укрытие, понять, где начинается прострел, определить центральную точку прострела, определить точку, где мы подсведемся и куда долетит снаряд после выстрела, чтобы враг успел доехать до снаряда. Но смотрим, как делает наш герой. Он просто ведет по врагу прицелом. Это неправильно, это не стрельба картошки. Так делать нельзя. Нужно проверять, где что заканчивается. Очень много кустов в игре. Нужно запомнить было, что здесь дырка есть. Мы не запомнили этого. Мы дальше ведем прицелом. Пропустили второго врага. Ничего нигде не проверяем, стоим, просто смотрим. Враги едут. Мы не проверяем. Опять же, нужно запомнить. Вот, просто берешь и так вводишь. Там где-то там контур появится. Запоминаем, когда заканчивается укрытие и стреляем. Стрельнули. Здесь будет сейчас второй чел ехать. Но мы что-то как-то вообще мимо него целимся. Здесь второй чел едет. Мы как-то... Ну, как-то... Можно было раздать весь барабан с уроном по таким врагам. Но мы ничего не раздали. Как-то все было вяло, безобидно и никак. Во-первых, это простые прострелы, которые... Человек, который часто будет проверять прострелы, рано или поздно он их запомнит. Также по миникарте видно, что здесь дырки между домами. И можно запомнить, что по миникарте указкой тоже можно прицелиться между домами. Вот две темные фиговины, это дом. Можно указкой между домами прицелиться и там искать прострел. Но наш игрок, очевидно, что играя в картошку, у него нет привычки проверять прострелы и находить контур врага. Поэтому он и не запоминает эти прострелы. А это очень важно. Когда ты занимаешься поиском прострелов, во-первых, ты находишь место, куда стрелять. Во-вторых, ты их запоминаешь. А в-третьих, ты понимаешь, откуда может прилететь в тебя. И значит, в-четвертых, ты с той стороны рано или поздно начнешь из этих прострелов искать укрытие. Чтобы, если человек из этого прострела в тебя стреляет, с той стороны между тобой и этим прострелом у тебя должно быть укрытие, и он не будет наносить урон. То есть, ты понимаешь, с какой стороны сейвится. Если вы будете этим заниматься, искать прострелы, выбирать правильные точки для стрельбы, опять же, человек просто ведет прицелом, ну мы уже это поняли, что он ничего не ищет, просто стреляет и ведет по врагу. Это не контра, это не шутер. Тут не надо водить прицелом по врагу. Тут нужно находить прострелы, искать точки, куда стрелять, сводиться туда, и стрелять так, чтобы враг доезжал до снаряда, пока он летит. Вот чем вы должны заниматься в картошке в плане стрельбы. В принципе, все. Ну и в конце мы сейчас увидим последнюю ошибку. Она будет исполнена не 100% так, как ее делают часто остальные танкисты, но со своими особенностями. Итак, мы засветились, откатываемся назад, покатались тут по канавке, вроде как уже начинаем отсвечиваться, в принципе, отсветились. 10 секунд мы после засвета светимся, если не обновили засвет. Выкатываемся наверх, ничего не видим. Понимаем, что тут ничего не видно. И лезем левее. Итак, лезем левее, кто-то стоит на захвате базы. Выезжаем наверх. И здесь, в этот момент, уже большинство хороших игроков понимает, что мы светимся сами. Почему? Потому что мы снова не проверяем прострел. Если бы мы проверили прострел, проверили контур врага, мы бы поняли, что тут куста что-то нет. А раз тут нет куста, то кусок нашего танка виден без куста. Также в поиске прострела можно обратить внимание, что 263 метра. Наша корыта здоровенная, без маскировки ведро. 263 метра мы 100% светимся. Если бы игрок занимался простейшей вещью, поиском прострелов, он бы лучше стрелял, больше сейвил хп, больше наносил урон, больше средуха, больше процент побед. И в этом моменте он бы не полез наверх в свету. Он не знает, что он светится, но сейчас загорится лампочка, и это очевидно. И он со всей карты схватит пиздюлей. Загорается, мы схватываем пиздюлей. Да, он быстро опочинился, да, он отъехал назад. Но этой ошибки не было бы, если бы он простой вещью занимался в бою. Занимался тем, что нужно делать каждый бой. И не забывал при этом, еще после каждого этого действия, смотреть на миникарту. Потому что это все совокупность, что нужно делать на протяжении всего боя. С вами был Варчик, играйте красиво, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok